всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале сегодня у нас 20 наггетсов и 3 разных соуса за раз смогу ли я 20 штук съесть но роллы намного калорийнее чем наггетсы поэтому я думаю что наггетсы с легкостью и сейчас все это съем вот и начать хотелось бы с того момента что я бы хотела извиниться перед своим молодым человеком вот я знаю что немножко на меня обиделся из-за одной небольшой ситуация так вот я тебя очень сильно люблю знаю что ты посмотришь это видео никогда не здесь на меня не смей это делать не хочу вдаваться в подробности недавно была ситуация немножечко мы повздорили мне как бы не сложно когда я чувствую что я виновата у меня нету такой знаете корона не могу извиниться и все дела спокойно могу извиниться и перед мамой если я действительно чувствую себя виноваты такой бывает достаточно часто как семечки в общем не спрашивайте пожалуйста что случилось расскажи поподробнее я просто должна была это сказать видео я сказала в общем о чем я хотела с вами сегодня поговорить хотела поговорить о толерантности об этике я подписана на анастасию решет его это бывшая жена тимати и мне она очень нравится как человек насколько она грамотная красивая она невероятная красотка просто просто мой идеал нет если бы она была немного пониже и на голове было бы волос немного побольше это был бы просто мой идеал но так если брать всех знаменитостей ту же бузову которую я обожаю внешне это не мой идеал а вот настя она сочетает в себе ум воспитанность сдержанность вот эту вот воспитанность прежде всего очень воспитанная мне это нравится элементарно когда она отвечает на какой-то вопрос она настолько грамотно отвечает использует такие слова видно что девушка начитанная но сейчас не об этом как-то она выложила пост о том что поздравляет всех мусульман с праздником ураза что она тоже держит пост вот после этого на нее вылился прям негатив хейт там в тик токе смотрю ой вот не знаю к мусульманам подлизывается наверно у нее мужик новый какой-то мусульманин я смотрю на это все и просто поражаюсь я например я держу пост нет мне в комментариях мусульмане пишут почему ты не держишь пост нет если человек выбрал этот путь не то что путь религия у нас в азербайджане очень много кто держит пост но при этом не делает намаз не надевает хиджаб то есть если настя выбрала держать пост наоборот обеими руками молодец она она же не выбрала путь пить курить не знаю там шляться где попало почему у людей столько негатива что человек на верном пути ты вообще у людей я не знаю только у нас так или где-то в америке в европе возможно это не так но у нас почему-то все любят вмешиваться в чужую жизнь каждый имеет право жить так как он считает нужным а не так как пишут в комментариях я читаю и просто мне самой дурно в тик токе кому не лень кто хочет набрать просмотре начинает размусоливать эту тему курить о том что у нее какой-то там кавалер и так далее это личная жизнь человека кто вам дает право осуждать его не понимаю таких людей честно просто хочется сказать всем людям которые лезут чужую жизнь в какие-то религиозные представления ребят вы будете отвечать только за свои грехи отвечать только за свои а кто что сделал это уже личное дело каждого почему из людей льется столько негатива я понять не могу почему иногда женщина не могут назвать другую девушку красивой у меня есть представление о том что красиво что нет у меня например парень я не знаю боится меня обидеть или еще что-то он например всегда всегда говорит что я самая красивая я самая лучшая но я с этим не совсем согласна точнее вообще не согласна конечно нам это приятно но нужно как бы здраво оценивать ситуацию мне однажды там в комментариях написали айка почему бы ты не пошла на шоу холостяк пропиарилась бы это гугарно стало вы видели девушек которые на холостяке то есть я рядом себя не вижу но я умею восхищаться чужой красотой однажды когда я работала в магазине техники я зашла на кухню там сидел один из наших продавцов и смотрел по ютубу обзор автомобилей что машину все хотел купить да и вообще там на кухне знаете сидят все кто чё смотрит кухня была большая в общем не суть и он кушает в ю тубе пошла реклама два других продавца сразу таки встали и говорят им там идет реклама переключи пропустить их настолько это волновало почему-то кто-то должен заработать за счет того что я смотрю его видео они вдвоем такие знаете на него накинули что вот там пропусти там кнопка есть ты не знаешь наверное да и вот этот вот продавец который смотрел непосредственно эту передачу и он сказал вы что так встали вскочили а что будет если этот блогер заработает копеечку мне не жалко две-три секунды посмотрю рекламу и они так на друг дружку посмотрели и сели просто эта ситуация очень мне запомнилась прям наверное запомнится до конца жизни как люди отличаются кому-то жалко посмотреть рекламу кто-то там заработает не дай бог кто-то говорит ладно пусть ему тоже копеечка придет просто я к чему это ребят иногда надо в себе вот эту злобу вот эту зависть как-то подавлять брать пример что ли у нас была одногруппница она кстати смотрит мои видео ну да ладно расскажу я же не говорю твое имя в общем одногруппница ей что не скажешь вот например какая-то там модель очень красивая ой фу колхозница да она чушка она даже на русском говорить не может или например показываешь фотографию какой-то топ модели например в Америке и она худышка фу я просто один раз у нее спросила говорю а кто на твой взгляд прям ну вау я такая ой ну не знаю среди мужчин могу привести примеры среди женщин таких нету что прям я восхищалась поэтому я всегда говорю женщины не умеют поддерживать наших женщин то есть почему мужчины спокойно могут поддержать там не знаю прикрыть один раз мы жалим что-то сидели в ресторане и когда я пришла жаль мне говорит за соседним столиком сидели девочки и сейчас сидят ну вот да и как только я пришла и села начали шептаться и такие говорят ой вся из себя переделанная а вы бы посмотрели бы на них не выщипанные брови совсем не очень одеты мягко говоря как будто из деревни приехали опять же девушка яркая никогда не будет осуждать и обсуждать тех кто выглядит по ее мнению хуже чем она почему-то у нас всегда обсуждают осуждают именно те которым кажется что они хуже 20 штук просто знаете как семечки надо было больше брать девочки мои Я вам желаю, чтобы у вас просто не было ни времени, ни желания писать какой-то негатив. Живите своей жизнью и плевать, кто что делает. Не судите и не судимы будете. Было очень вкусно, сытно. 20 штук прям как раз, я думаю. Я обожаю наггетсы. Вот если сравнивать стрипсы в KFC и наггетсы, мне больше нравятся наггетсы. Три соуса здесь немножко осталось, но его тоже я не выбрасываю. Сейчас что-то придумаем. Не забывайте подписываться на мой канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok